Смотрите, вроде бы один и тот же ChatGPT, но при этом он нам дал два, не то что кардинально разных ответа, но ответы соответственно разные. Если в первом варианте у нас все подробно расписан, наш контент-план, который мы запрашивали, то во втором варианте он нам дал больше, знаете, общими терминами, все рассказал, показал, но ответ недостаточен. Хотя использовался один и тот же ChatGPT, четвертая версия, но в первом варианте мы использовали ChatGPT, четвертую версию вместе с пользовательскими инструкциями, то есть с инструкциями, с помощью которых мы предварительно обучили ChatGPT и подогнали его ответы под нужный нам формат. Во втором варианте мы не использовали пользовательские инструкции, соответственно мы получили такую достаточно размытую воду. В этом видео я вам покажу, для чего использовать пользовательские инструкции, как их составлять, как их настраивать и как это будет влиять в дальнейшем на тот ответ, который будет выдавать вам ChatGPT. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, моя основная задача это помогать предпринимателям, блогерам, фрилансерам, экспертам, да и вообще, наверное, обычным людям использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников, делегировать на этом, экономить на этом огромное количество времени и денег и, соответственно, делегировать большинство задач, которые, рутинные задач, которые вы используете. Значит, в этом видео мы с вами, я вам покажу, как использовать пользовательские инструкции, для чего они нужны и почему я настоятельно рекомендую всем, соответственно, использовать именно эти пользовательские инструкции для того, чтобы получать грамотные и нужные вам ответы от ChatGPT. Значит, смотрите, что такое пользовательские инструкции? Пользовательские инструкции в ChatGPT это инструкции, с помощью которых мы предварительно обучаем, либо показываем, какую роль должен выполнять ChatGPT. Я не люблю, знаете, вот эти вот промты большие, где мы заходим там в отдельный чат и, соответственно, прописываем, ты должен выполнять там такую-то роль, у тебя такие-то задачи, ты должен отвечать так. Это, на мой взгляд, тратится огромное количество времени на предварительное обучение. Плюс, когда мы таким образом прописываем, соответственно, все это в ChatGPT, то есть в первый экран ChatGPT, мы в следующий раз, когда переходим к следующему, например, чату, тратим постоянно время на то, чтобы объяснить задачу, на это уходит огромное количество времени. Есть в ChatGPT такая штука, как пользовательские инструкции. Находится она вот здесь, вот, в Custom ChatGPT, где мы, соответственно, вносим те параметры, которые нам необходимы для ChatGPT. В данном случае, вот, ChatGPT играет роль менеджера по социальным сетям, то есть эксперта по социальным сетям. Мы можем сюда задать то, что нам необходимо, то есть мы можем задать любой запрос, который нам необходим. Значит, что нам необходимо сделать для того, чтобы ввести пользовательские инструкции? Первое – это рассказать, что бы вы хотели, чтобы ChatGPT знал о вас, то есть как бы вы хотели, чтобы он предоставлял более качественный ответ. Мы можем вам сказать «Привет, меня зовут Игорь Звидевич, мне 36 лет, я люблю снимать YouTube видео по теме искусственного интеллекта». Ну, в принципе, да, это такой базовый пример для того, чтобы вы понимали вообще, о чем идет речь. И вторая графа – как бы вы, мы хотели, чтобы ChatGPT, соответственно, нам отвечал. И здесь мы прописываем, да, что бы мы хотели видеть в ответе от ChatGPT. Например, в шуточной форме, да, я хочу, чтобы ты всегда здоровался со мной, а в конце сообщения писал «Ты крутой, я обязательно подпишусь на твой телеграм-канал». И это просто пример. Смотрите, мы ввели эти данные, сохранили их, и теперь, когда мы заходим в ChatGPT, мы, например, ему задаем вопрос «Ты знаешь, кто я такой?» И он здесь уже, смотрите, он начинает с нами здороваться для начала. Он говорит, «Привет, Игорь, конечно, я помню тебя, ты увлекаешься созданием видео по теме искусственного интеллекта для YouTube, как я могу помочь тебе сегодня? Ты крутой, я обязательно подпишусь на твой телеграм-канал». То есть, мы ввели ему шуточные настройки по тому, как бы мы хотели, чтобы он отвечал, и, соответственно, как бы мы хотели, чтобы он знал, соответственно, о нас. И тут же он это понял, и уже в своем ответе он, соответственно, сформировал, исходя из тех запросов, которые мы ему изначально ввели. Если же мы удалим эти пользовательские настройки и зайдем, например, в новый чат, зададим ему тот же самый вопрос, он уже отвечает нам, соответственно, иначе. Он уже отвечает, что «Я не знаю, кто вы, я, соответственно, искусственный интеллект, и чем я могу вам помочь сегодня?» Мы попали в АБ-тест, где мы должны выбрать любой вариант ответа. Давайте этот выберем. Значит, видите, когда мы ввели его в курс дела, мы больше не тратим время на то, чтобы рассказывать о себе, о своем проекте, как бы мы хотели, чтобы он отвечал, и что бы мы хотели, чтобы он делал. Это очень удобно и быстро позволяет нам ввести искусственный интеллект в курс дела и ввести его в то направление, которое, соответственно, нам необходимо. Как я и говорил, когда мы создаем, соответственно, пользовательские инструкции для чат GPT, у нас есть два окна, куда необходимо ввести данные для того, чтобы чат GPT лучше нас понимал. Я вам сейчас покажу свой телеграм-канал, в котором собрано больше 250 различных образов для чат GPT, то есть 250 различных пользовательских инструкций для чат GPT. То есть здесь есть и эксперты по финансу, и фитнес-тренеры, и специалист по йоге, и диетологи, и маркетологи, и специалисты по социальным сетям, и видеографы, и сценаристы для рилс. То есть здесь огромная база знаний из различных образов для чат GPT. И смотрите, здесь все образы, соответственно, они разделены на две части, то есть мы просто, когда нам необходимо найти какой-нибудь образ, например, вот специалист по цифровому маркетингу, мы что делаем? Мы просто копируем, соответственно, эти два столбика и добавляем их в чат GPT. И все, после того, как мы эти данные ввели, мы просто нажимаем «Сохранить», и теперь чат GPT уже будет в образе этого человека, который нам необходим, что очень удобно экономит время. Поэтому, если вы все еще не в нашем телеграм-канале, обязательно подпишитесь на мой основной телеграм-канал, он находится, ссылка на него находится в описании под этим видео, в первом закрепленном сообщении, либо в описании. Переходите и подписывайтесь. И смотрите, как это работает. То есть я сейчас попросил чат GPT создать мне контент-план, но предварительно я, соответственно, в него вбил пользовательские инструкции и рассказал ему, что он является специалистом по цифровому маркетингу. И теперь он не создает полноценный контент-план, исходя из той компетенции, из тех задач, которые, соответственно, мы в него вбили. То есть он сейчас понимает, что для чего он делает этот контент-план, кто он такой, и за счет этого его ответ будет как бы намного круче. То есть смотрите, он не просто нам выдал какой-то контент-план, он также нам составил финальную таблицу для того, чтобы мы могли ее просто тупор там распечатать, либо использовать, хранить где-то у себя в удобном месте. И это все было сделано, то есть этот ответ был сгенерирован только за счет того, что мы в него, в его пользовательских инструкциях была информация о том, что весь свой ответ ты должен максимально уложить, соответственно, в таблицу. И он дал полный ответ, плюс еще сгенерировал таблицу. И второй вариант, то есть когда мы его попросили также сделать контент-план, но у него уже не было пользовательских инструкций, он нам просто, соответственно, выдал информацию и достаточно так немного размытый, дал ответ на, дал размытый контент-план, соответственно, на неделю. Для того, чтобы сгенерировать хорошие пользовательские инструкции, вам необходимо пройти несколько шагов. Первым шагом, я считаю, это найти проблему, которая вас не удовлетворяет в чат GPT. Например, у меня очень долгое время мне не нравилось, когда чат GPT в текстах, которые я его прошу написать, добавляет эмоджи. То есть он без конца их куда-то добавляет. И, например, меня это бесит, что чат GPT добавляет эмоджи. Я так это и прописываю, что в своих ответах ты не должен добавлять эмоджи. И все, после того, как я это забью, он уже не будет использовать, соответственно, эмоджи в своих ответах. Второй шаг, это создать некий образ, с которым мы работаем. То есть, например, мне нужно, чтобы чат GPT был специалистом по социальным сетям. Например, был SEO-специалистом по YouTube. Для этого я пишу, что профессия SEO-маркетолог для YouTube. И все, теперь он понимает, что он SEO-маркетолог для YouTube, либо какой-то эксперт-маркетолог по YouTube. И, соответственно, он в своих ответах уже не будет использовать эмоджи. И при этом у него включается роль, что он специалист по SEO-маркетологу, соответственно, для YouTube. Сюда я рекомендую вставлять те образы, с которыми вы чаще всего работаете. Например, что он SEO-специалист для YouTube. Например, в моем случае, либо он копирайтер для Instagram. Либо он копирайтер, который разбирается в теме искусственного интеллекта. То есть, мы ему детально прописываем его стратегию и его образ. Дальше мы ему расписываем проблемы, которые он решает, его ключевые особенности, его проекты, которые он ведет, его знания, в чем он является экспертом. И таким образом мы забиваем все эти данные для того, чтобы он понимал вообще, о чем идет речь, и вообще, какие задачи он должен решать. Ну, а во второй ответ мы уже прописываем то, как он должен отвечать. Например, не использовать эмоджи. Мы ему можем написать, не использовать какие-то сложные слова. Мы ему можем написать, в каком тоне он должен отвечать, что он должен обязательно добавлять в свой ответ. То есть, здесь мы уже включаем такую нашу творческую составляющую и, соответственно, прописываем те моменты, которые он должен использовать. Например, он должен ли он добавлять какие-то ссылки, должен ли он задавать какие-то уточняющие вопросы, должен ли он задавать какие-то запросы и обращаться куда-то для того, чтобы получать более точный и детальный ответ. Должен ли он все это расписывать, то есть, свой ответ давать в формате таблицы, либо в формате какого-то выпадающего списка. То есть здесь полностью мы должны прописать то, как мы хотим видеть его ответ. То есть в каком варианте, в каком виде нам его ответ, соответственно, приемлем. И таким образом у нас получится целая пользовательская инструкция для того, чтобы чат GPT отвечал, соответственно, хорошо. Как я и говорил, у нас больше 200 различных пользовательских инструкций. Мы эти пользовательские инструкции, я, например, еще использую для обучения своих Telegram ботов. Например, у меня есть бот, который генерирует контент-план для моих подписчиков в Instagram. У меня есть бот-ассистент в Telegram, который общается с моими подписчиками, соответственно, в Telegram. Которому можно задать любой вопрос. У меня есть бот-продавец, у меня есть бот-консультант, у меня есть бот-различные есть боты, которые выполняют ту или иную роль. И во всех из них мы используем те пользовательские инструкции, которые, соответственно, есть в нашей базе, в нашем моем Telegram-канале. За счет пользовательских инструкций ваш чат GPT будет отвечать так, как вам необходимо. Поэтому не игнорируйте этот шаг. Обязательно поставьте «мне нравится» под этим видео, если было полезно. Напишите комментарий, поделитесь своим мнением, используйте либо нет. Вы в пользовательские инструкции. С вами был Верзуевич. Пока!